Глубоко уважаемые Анна Игоревна и Галина Юрьевна, уважаемые коллеги, разрешите представить вам опыт лечения пациентки в рамках возможности терапии пациента с метастатической меланомой кожи по жизненным показаниям. Больная Р69 года рождения. На момент выявления меланомы ей было 39 лет. В марте 2008 года проведена операция, выполнено иссечение меланомы кожи грудной клетки, эпителиодной клетчатой меланомы по Брюслову 1,5, по Кларку 3, Т2А, Н0, М0, 1-я Б стадия. Через 3 года и 4 месяца отмечено прогрессирование заболевания в июле 2011-го. Выявлены метастазы во многие группы лимфоузлов, это лимфоузлы средостения, шеи, паховые области, подвздошные, также в мягкие ткани грудной стенки и единичный очаг головной мост в центральном отделе воролевого моста. В рамках первой линии лечения проведено 6 циклов химиотерапии по схеме декарбазин с эсплатином. Декарбазин 200 мг на м2 с 1 по 5 день и ламустин 120 мг внутрь в первый день 1 раз в 6 недель. Данное лечение осложнилось с тромбоцитопенией с геморрагическим синдромом. Эффект лечения расценен был как стабилизация, уменьшение таргетных очагов на 15%. Через 4 месяца после окончания первой линии терапии отмечено прогрессирование заболевания, рост таргетных очагов больше, чем на 20%. В рамках второй линии лечения удалось провести всего 2 цикла по схеме декарбазин с эсплатином с 1 по 3 дни. Лечение осложнилось анемией, тошнотой 3 степени и слабостью 3 степени, и пришлось прервать его по просьбе пациентки. Эффект был оценен непосредственно как стабилизация, но через месяц зарегистрировано прогрессирование заболевания, рост таргетных очагов больше, чем на 20%. И в рамках третьей линии лечения было предложено иммунотерапией препарата Монтрон. В течение 4 месяцев, то есть чуть больше года, пациентка получала лечение с эффектом стабилизации, регресс таргетных очагов на 22%. Осложнение лечения минимально, была лихорадка, анемия, остыния. Но после окончания этих 14 месяцев было зарегистрировано прогрессирование в ноябре 2013 года, рост имеющихся очагов больше, чем на 20%. И на данном этапе было по рецентке предложено участие в программе расширенного доступа по применению препарата эпилемумаб. И в рамках уже четвертой линии, получается, с февраля по апрель было проведено 4 введения эпилемумаба в дозе 3 мг на кг один раз в три недели. На момент лечения эпилемумабом состояние пациентки удовлетворительное. ЭКОК-1, анемия первой степени, минимальный болевой синдром в области увеличенных лимфоузлов, мозговой симптоматики не отмечалось. Стоит отметить, что у данной пациентки осложнений на фоне лечения эпилемумабов не было зарегистрировано вообще никаких. Оценен эффект лечения как стабилизация. Было уменьшение таргетных очагов непосредственно после первого введения, которое сохранялось и в дальнейшем. Лечение закончено у нас в апреле 2014 года. И стоит отметить, что сейчас, прошло уже 6 месяцев после окончания лечения, пациентка стабильна, она продолжает наблюдаться, чувствует себя относительно хорошо. Конечно, есть тенденция к прогрессированию, но пока мы ей прогрессирование не поставили, она еще дообследуется, но она даже продолжает работать. Я вот не знаю, видно, не видно, опухолевый конгломерат передней грудной стенки до лечения в феврале и через 6 месяцев. Есть некоторое уменьшение, но не рост точно. МР-томограмма головного мозга, тоже не знаю, видно ли, но единичный очаг 5 мм. На фоне лечения отмечено уменьшение размеров очага до 3 мм. Увеличены лимфоузлы средостения стабильно после лечения и на фоне лечения. И в заключении хочется отметить удовлетворительную переносимость и эффективность при проведении 4-й линии терапии препаратом эпилемумаб. Благодарю за внимание. Владимир Владимирович, можно только один вопрос? Скажите, когда Вы говорили, что у пациентки вот этот метастаз в головном мозге, он появился еще до вообще всех линий химиотерапии, да? Это было первое прогрессирование, но вместе с другими очагами. А что с ним происходило на фоне химиотерапии? Там была какая-то динамика? Нет, он был стабилен, но дело в том, что мы даже на каком-то этапе стали сомневаться, что это очаг, но мы подняли специально снимки, я показала нашим врачам, и они говорят, что учитывая, что все-таки есть небольшая динамика на фоне лечения, говорят, что никакие сосудистые сети так бы себя не вели. Говорят, что был 5, стал 3, изменение структуры, говорят, скорее всего, это метастаз. Сейчас он подлежит динамическому наблюдению.